Здравствуйте! В эфире «Наше время» в студии Елена Кузовкина. В марсе 2018 года в Барнауле открылся общий центр обслуживания для группы компании «Локотех». Подобного учреждения на Алтае еще не было. Компания планирует пригласить на работу порядка 400 высококвалифицированных специалистов со специализацией «Бухгалтерский и налоговый учет». Новые рабочие места, безусловно, пойдут на пользу экономике региона и в том числе Барнаула. Но как сегодня в целом обстоит ситуация на рынке труда краевой столицы, спросим у генерального директора барнаульской компании «Локотехэксперт» Любови Григорьевой. Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте, Елена! Да, действительно, все абсолютно верно. Наша компания – это общий центр обслуживания, созданный для оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета для предприятий группы компании «Локотех». Местом расположения выбран город Барнаул. Основная задача центра обслуживания – это освободить предприятия от второстепенных функций, которые не связаны с основной деятельностью. Ну и, конечно же, повышать эффективность за счет применения единых методологий и за счет применения единых корпоративных систем. Мы подбираем сотрудников с начала 2018 года. Подбор осуществляется этапами. Он осуществляется в зависимости от сроков перевода предприятий к нам на обслуживание в ОТЦО. В начале мая у нас были приняты первые 30 сотрудников. И с 1 июня мы приняли на обслуживание первые 6 организаций группы. Сейчас у нас с 1 августа принимается на обслуживание еще 32 компании. И под обслуживание этих компаний мы нашли уже еще 90 человек. Они уже приняты к нам в штат. Поэтому сейчас у нас 120 сотрудников в штате. Но подбор, конечно же, сейчас в самой активной фазе, потому что к началу сентября нам нужно найти еще 250 сотрудников. С какой ситуацией мы столкнулись во время подбора? На наши вакансии отзываются кандидаты в возрасте свыше 40 лет. Это, конечно, очень хорошо, потому что на текущем этапе, этапе стартапа, нам очень важна профессиональная экспертиза. Это как раз кандидаты с серьезным опытом работы, с хорошим знанием бухгалтерского налогового учета. Тем не менее, однако, нам в АЦО нужна движущая сила, способная развиваться, строить карьерный рост, ставить перед собой амбициозные цели, достигать их. И, конечно, определенно ставки мы делаем на кандидатов в возрасте от 30 до 40 лет, и при этом, конечно же, на студентов, окончивших высшие учебные экономические вузы, заведения. К сожалению, на рынке Барнаула дефицит таких кандидатов. Мы полагаем, что это связано с тем, что студенты, окончив вуз, не смогли трудоустроиться в крупные компании и покидают город, уезжают в города-мегаполисы. Ну, уж коль мы заговорили с вами о молодежи, вот как опытный руководитель, что бы вы посоветовали ребятам, выпускникам, которые вот сейчас ищут работу и очень амбициозны? Вы знаете, наверное, в первую очередь ребята амбициозные должны смотреть в сторону динамично развивающейся компании, в которой действительно есть возможность карьерного роста. При этом, конечно же, важно отметить и учитывать, что у компании должна быть возможность стажировок, преддипломной практики, даже самое системное уставничество. А вот этот карьерный рост, он возможен у нас в Барнауле, в регионе, или для этого необходимо уезжать куда-нибудь в Москву, в другие крупные города? Вы знаете, я думаю, да, возможен, потому что, на мой взгляд, город Барнаул, это очень перспективный, очень привлекательный город. Вы уже сказали, на что следует обратить внимание тому, кто ищет работу, а работодатель на что в первую очередь смотрит? Ну вот возраст мы уже обсудили, другие качества. Да, вы знаете, на самом деле, конечно, без профессиональных сотрудников, способных быстро и качественно выполнять свои функциональные обязанности, невозможно развитие полноценной ни одной компании. Но, тем не менее, конечно, работодатели хотят таких сотрудников видеть у себя в штате, но это не основные критерии для трудоустройства. Важны такие качества, как умение работать в команде, ответственность за результаты, легкообучаемость, умение работать с клиентами и прочее. Поэтому в данном случае, когда ты проводишь собеседование и смотришь на кандидата, иногда он производит хорошее впечатление просто потому, что у него огромное желание работать. Поэтому, наверное, важно, чтобы человек просто имел желание. Тем кандидатам, которые сейчас в поиске работы, я, наверное, рекомендовала бы посмотреть все-таки на репутацию работодателя, на его масштабы, на его сферу деятельности, ну и, конечно же, на условия, которые он предлагает для трудоустройства. Это очень важно. Кадровый вопрос в Барнауле, он действительно остро стоит? Если мы говорим конкретно о нашей ситуации, да, для нашей компании сейчас вопрос подбора кадров стоит довольно остро. Причем стоит отметить несколько важных моментов. Ну, в первую очередь, конечно, сжатые сроки подбора. То есть я ранее упоминала, да, что нам нужны 250 человек к сентябрю месяца уже текущего года. Учитывая все вышеперечисленное, да, то есть компаниям довольно сложно все-таки на рынке найти профессиональных кандидатов. Но вот сотрудники экономического профиля, они по-прежнему актуальны, востребованы? Вот как 10 лет назад, к примеру. Я думаю, да. Но профиль сотрудника, вот экономиста, бухгалтера, да, он меняется, естественно, вместе со временем и текущей рыночной ситуацией. То есть если мы говорим о бухгалтере 20 лет назад и бухгалтере сейчас, да, он называется, он по-прежнему также бухгалтер. У него прежняя задача подготовка финансовой отчетности, да, но для того, чтобы подготовить финансовую отчетность, функциональные обязанности и действия, которые он выполнял 20 лет назад и которые он выполняет сейчас, они, конечно, существенно изменились. Как вы думаете, вот ваш центр действительно поможет в развитии экономики региона? Я очень надеюсь, что да, потому что, ну, во-первых, 400 рабочих мест это не так мало, как мы понимаем, да, вот, тем более это официальный крупный работодатель. И, опять же, мы планируем все-таки вовлекать студентов, окончивших вузы, поэтому это позволит им задерживаться здесь, в Барнауле, в родном городе. Я думаю, что это должно сказаться обязательно. Все же молодым сотрудникам хочется получать, как мы с вами уже не раз говорили, достойную зарплату и хорошо бы уже в первый год работы. Вот такое возможно? Вы знаете, думаю, нет. Наверное, кандидатам, которые приходят на работу, не имея опыта, да, то есть важно понимать, что на входе, как руководитель, да, то есть я должна в этого человека серьезно вложиться. То есть я должна подтянуть его знание тематического материала. Я должна показать и познакомить его с существующими бизнес-процессами. Я должна показать ему учетную систему, с которой мы работаем. На все это, конечно же, потребуется дополнительное время, прежде чем сотрудник сможет уже смело и осуществлять в полной мере свои функциональные обязанности. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, этот момент очень важен, и это нужно учитывать на входе. Ну, а что делать людям, которым уже за 40? Они наверняка тоже найдут работу. Трудоустраиваться обязательно, потому что... Ну, быть может, есть возможность переобучений тоже профессиональных? Вы знаете, возможности есть, конечно же, да, то есть все компании, и наши компании в том числе, заинтересованы в развитии наших сотрудников. А учитывая нашу тенденцию в плане пенсионного возраста, это особенно важно. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях Любовь Григорьева, генеральный директор одной из барнаульских компаний. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!